Дачная жизнь у нас идет полным ходом. Мы окучили весь огород, обработали от травы. Саша у меня обработал всю картошку. Все это я покажу, расскажу. Сейчас я хочу показать, как я обрабатываю помидоры перед подвязкой. Саша сейчас будет вливать колышки, а я буду обрабатывать помидоры. И покажу, как я это делаю, чтобы помидоры плодоносили, чтобы их было больше на кусту. В принципе, для таких прожженных огородников это не секрет. Но, может быть, кому-то мой такой опыт будет полезен. Я это делаю с перцем, с баклажанами и с помидорами. То есть, удаляю детки. Насколько я их удаляю, до какого расстояния, все я сейчас покажу. Кому интересно, оставайтесь со мной. Я пошла обрабатывать свои помидоры. Вот, смотрите, вот наш кустик, который был подсажен рассадой. Вот он весь зарос. Мы ищем, где у нас первая зависть. Вот, идет первая зависть цветов плетоносцев. Да иди ты отсюда, Муся! Вот, все остальное, мы вот так беспощадным образом все вот эти детки обрываем вместе с листочками. Прямо не бойтесь, потому что вот с этого ничего уже не будет нормального. Все, вот этот листик последний. Вот у нас идет один, первый цветонос. Дальше пошла детка. Мы ее тоже обрываем. Оставляем вот в таком положении. Все. Здесь пойдет у нас гроздь с плодоносами. Вот дальше вот тут вот тоже вот развиваются цветочки. Видите? Все. Остальные детки, даже в процессе роста, это все надо удалять. Все. Нижние мы удаляем для того, чтобы от земли никакая заража. Сразу на наш помидор не пошла. Вот в таком виде будем подвязывать. Вот я также обработала вот здесь. Вот видите? Вот тоже мы сухнулись. Вот. Видите? Первые цветы. Все, что до первых цветов, мы все это удаляем. Вот здесь дальше вот идут следующие цветочки. Все это по мере роста. Будет у нас колышек. Все это будем подвязывать. И остальные детки все это удалять. Вот в таком плане я это все обрабатываю. Ту же процедуру я проделываю с баклажанами. Все вот эти нижние листочки, вот эти вот детки, вот все это обрываем. Беспощадно. Вот видите? Вот он, цветочек. Вот эту детку удаляем. Вот эту детку удаляем. Вот этот листик удаляем. Оставляем вот этот лист и пошли цветочки. Все. Дальше будет уже развитие идет на плодоношение и на цветение баклажанов. Вот у нас, посмотрите, был град. Вот так у нас побило все баклажаны. Вот есть даже вот такие вот филенькие баклажанчики. Ну не знаю, посмотрим. Будет что-то. Вот здесь, смотрите. Это так поделка играет. Муська, а ты что тут? Давай уже это, тоже обрывай. Давай, я баклажаны от помидоров. Давай. Ну все, пошли мы работаем. Да. Так, а вот и наши картошки. Все, мы ее отмечали. Вот такими рядами. Все это было в траве. Вот, посмотрите, ни одного колорадского жука. Саш, ты ближе. Ни одного колорадского жука. Уже там вначале набирает цвет. Картошка носит на что-то. Не вижу, это вот мы сажались. Поочередно, да? Вначале так. Так, ну вот наша картошка набирает цвет. Сегодня у нас 2 июля. У нас только-только картошка начинает набирать цвет. Мы ее обрабатываем перед посадкой. Какой-то отравой, да, сажим. От колорадского жука. И мы не знаем проблем. Саша, я попрошу. Не знаю. У нас уже набирает картошка цвет. Все, вот так вот мы поле картошки. Не мы, а Саша обработал. Вот. А мое поле, это вот поле. Мое деятельность. Перец болеет. Баклажаны болеют еще, но набирает цвет. Даже где-то уже начинает писти. Ну вот, дачные работы у нас продолжаются. Что такое? Ну все. Ну все. Всем пока-пока. На сегодня все. Вот. Нету здесь толком интернета, поэтому тяжело выкладывать видео и все это монтировать. Поэтому видео, не знаю, может быть будет выходить раз в неделю. Может быть чаще. Ну как получится. Все, всем пока. И до скорых встреч. Всем удачи, добра и всего самого-самого хорошего. Всем пока-пока. Легкий супчик картофельный с зеленью. Мясо свининка. Постная зелень. И делаю я паштет с говяжьей печени. Вот сейчас попробуем. Ну по дачному, конечно. Тут уже баночокчик. Пирожочки с ливером и с картошкой. Все. Всем приятного аппетита. До скорых встреч. С вами Виктория и Александр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok